Музыка Здравствуйте! Как всегда в это время в эфир выходит программа телерадиокомпании «Эхо» Беседы с Владыкой Павловым. Наш собеседник, патриаршик Зарксия Беларуси, митрополит Нинский Заславский Павел. Здравствуйте, Владыка! Здравствуйте! Напомню, что вы можете задавать свои вопросы по телефону, номер которого в ваших экранах. Владыка, вот более 10 лет существует официальное сотрудничество Министерства обороны Республики Беларуси и Белорусской Православной Церкви. Насколько тесно это взаимодействие и насколько оно плодотворное? Вы знаете, вот совсем недавно у нас проходило совещание с участием и министра обороны Республики Беларусь, и с участием Уполномоченного Совета по делам религии и национальности, и с участием представителей, священнослужителей, которые возглавляют и Синодальный отдел по взаимоотношению с Вооруженными силами Республики Беларусь, и другими представителями других отделов и епархиальных, тоже по работе с Вооруженными силами. И, конечно, надо сказать, что вот за последние 10 лет уже сегодня есть очень серьезные, хорошие результаты от нашего взаимодействия. Надо сказать, что за это время в Республике было построено в воинских частях 15 храмов. Это очень хорошо, слава Богу. И надо сказать, что не только вот такое серьезное, хорошее достигнуто и общение, и результаты, и с УФСИН, с теми, кто занимается с людьми, которые находятся в местах лишения свободы. И там, и в армии очень сильное, хорошее, положительное влияние оказывает вот такое взаимодействие с Церковью. А те, кто когда-то нарушил закон и сегодня находятся в местах лишения свободы, как только он приходит в храм, свидетельствует местное руководство, что они перестают нарушать дисциплину. Сегодня, когда мы говорим о нашей работе с Вооруженными силами, мы же прекрасно понимаем, что победу в военных действиях одерживает, как правило, не тот, кто хорошо вооружен, а тот, кто силен духом. Вот как раз Церковь, она дает вот этот импульс силы Духа. Не просто священник говорит, как политработник, какие-то слова, знаете, увещания, наставления, поддержки, а взаимодействие вооруженных сил с Церковью дает вооруженным силам еще и благодать Святого Духа. Вот это никогда не надо забывать. Господь подает силу Духа офицерам, солдатам, священнослужители совершают молитвы, службы, божественную литургию, призывается благодать Святого Духа. И вот такое взаимодействие, знаете, Господь, благодать, священник, церковь, и офицеры, и военнослужащие становятся, знаете, такой монолитной силой, которая даже без оружия может оказать воздействие на неприятели. Сила Духа. И как раз Церковь придает эту силу Духа тем, кто защищает Отечество. Вот это я считаю чрезвычайно важно. Ну и, конечно, то, что ребята, которые совершают свое служение в армии, они отличаются от тех, кто не ходит в храм. Потому что они более покладистые, они более дружелюбные, честные, порядочные. Вот, знаете, совершенно не случайно в армии есть такое выражение «честь имею». Вот офицеры, солдаты, которые говорят «честь имею» – это такое внешнее свидетельство о том, что они действительно исполнены вот этой честью, честью защитника Отечества. Вот, так что священнослужители в армии – это чрезвычайно важное явление в нашей современной жизни. И хочется надеяться, что… Ну, слава Богу, сегодня, понимаете, руководство страны – это важное содружество такое. Вот, и хочется надеяться, что и в будущем мы будем продолжать вот так же совместно трудиться на благо нашего Отечества и вселять в наших воинов дух, дух бодрости, дух крепости, веры и надежды на Бога. А действительно, слова, которые когда-то произнес благоверный князь Александр Невский, они до сегодняшнего дня и до скончания века, я думаю, будут в употреблении Бог не в силе, а в правде. Вот, поэтому хочется пожелать, чтобы наши воины отстаивали эту истинную правду Божию, защищали свой народ. В этом случае будет полная гармония, еще и поддержка божественная. Благодарю вас, Владыка. Вопрос наших зрителей. Из Нижнего Новгорода Наталья позвонила, 55 лет ей. Молебен или панихиду надо ли заказывать точно на день смерти человека, или можно на другой день? Да вы знаете, молитва всегда нужна. Как в народе говорят, кашу маслом не испортишь. Точно так же молитвой не повредишь ни душе, ни телу. Просто надо правильно молиться, вот, не разбивая лоб. А все равно, когда можно и заранее, можно и в самый день. Нет возможности, можно и попозже. Вот, самое главное, чтобы мы всегда помнили. Даже если нет возможности прийти в храм, но в этот день можно вспомнить и сказать, Господь, Бог совсем забыл. Помяни моего близкого, моего родственника. Ну, конечно, вот такая молитва личная, это хорошо, даже очень хорошо. Но если еще и в храме помолятся о вашем близком человеке, то в этом случае еще и молитва в церкви, это намного важнее. Поэтому хорошая существует практика. Лучше заранее помолиться, чтобы потом не забыть. Из города Шахты, в зонах от Ефросинии, 20 лет она служит в храме, и вот так получилось, что 5 лет, как она считает, ее одолевают демоны. Проверяется это по самым разным поводам, случаям и в разных вариантах. Со священником говорила, квартиру четыре раза освящала, ничего не выходит, не помогает. Что делать? Вы знаете, Ефросинии, так хочется вам низко поклониться. Я, вы знаете, исхожу из того опыта, который имеет сегодня наша церковь. Хочу сказать, что или вы действительно достигли очень высокой духовной жизни, но тогда надо будет немножко потерпеть, как терпели подвижники благочестия, как терпели, допустим, преподобные Киево-Печерской обители, как терпел преподобный Сергий Радонежский, Серафим Саровский и многие-многие другие. Я очень часто вспоминаю Киево-Печерский Патерик. И еще с детства, помню, как меня очень впечатляло, знаете, настроение монахов Антония преподобного, Феодосия преподобного, других подвижников, когда они готовились к строительству Успенского собора, и они заготавливали бревна для строительства храма. И вот они готовят эти бревна, пилят, очищают, носят их, складируют их в монастыре и уходят на молитву. А в это время бесы приходят и все эти бревна в Днепр сбрасывают. Преподобный выходит со службы, ух ты, бревен нет, они все по Днепру плывут. Они опять встают на молитву, и силы честного и животворящего креста этих бесов заставляют эти бревна по всему Днепру собирать и опять складировать на то место, где они были. Вот была настоящая брань, знаете, не просто духовная, а настоящая физическая видимая брань бесов с этими подвижниками благочестия. Вот, конечно, бесы еще больше озлоблялись, еще больше вредили, но в этом случае тогда преподобные не оставляли, не ослабляли свои молитвы, а усиливали еще подвиг. И силой божественной благодати они, конечно, одерживали победу над темными силами. Тоже было и с преподобным Сергием Радонежским, и с преподобным Серафимом Саровским. Бесы вступали с ними в открытую борьбу. А что касается нас, вы знаете, я очень часто вспоминаю своих прихожан и в Америке, и в Европе, там тоже мне как-то подходили, говорили, что тоже их бесы одолевают. Я им говорю, миленький, да что же вы все на бесов-то сваливаете? Но эти бесы от нас, по-моему, одни сегодня от нас страдают. Я сегодня объился, а потом говорю, ох, бес меня искусил. Да при чем здесь бес? Да я сам объился, опился, я сам поссорился, а на бесов все сваливаю. Сегодня бесы от нас страдают, а не мы от бесов. Страсти в нас бушуют. А нам надо обязательно на кого-то свалить это вино. И поэтому мы сваливали все на демонов, на бесов. Да сегодня, вы знаете, я просто смеюсь иногда, говорю, знаете, они от нас сегодня страдают, а не мы от них. Потому что в нас бушуют страсти. Поэтому я обычно в таком случае всегда рекомендую прийти на исповедь, поисповедоваться. И не демоны, не бесы нас сегодня одолевают, а, видимо, страсти наши. Поэтому призываю и вас тоже попрошу, сходите на исповедь, исповедуйтесь. Вот, видимо, где-то страсти бушуют, засели в нас глубоко. А вместо того, чтобы самому себя, самого осудить, мы начинаем искать причину вовне. Не в себе, а в ком-то и где-то. Так проще? Проще. Но болезнь достается. Вот в чем беда. Понимаете, если я сам болею, а вину сваливаю на кого-то, то я не исцеляюсь от этого. А эта болезнь во мне продолжает действовать. Только она еще больше усиливается, потому что она прогрессирует. Я же ее не лечу. А я ее возбуждаю. Я подбрасываю этот масло, подливаю масло в этот огонек. Поэтому только на исповедь. Ефросиния только на исповедь. Исповедуйтесь, терпите, терпите, исповедуйтесь. И говорите, Господи, будьте мне грешными, я грешный. Не сваливайте ни на кого. В этом случае Господь увидит наше смирение, увидит наше чувство покаянное. И Господь нам тогда поможет. Но я не думаю, что здесь уж какие-то темные силы на нас оказывают такое влияние. Страсти. Страсти наши бушуют у нас. А квартиру освещать, ну вы осветили, а на исповедь все равно сходите. А вот Людмила из Брянской области волнует другой вопрос, другая проблема. Она спрашивает, что это такое за явление экстрасенсы? Сейчас их очень много. Были ли они когда-то в прошлом? Вы знаете, да, это явление просто, оно называлось по-другому. Вот. В принципе, оно одно и то же и проявлялось это всегда. И связано это с тем, что, понимаете, наши прародители Адам и Ева до грехопадения, они общались с Богом. И они имели постоянное общение с Богом. А вот нарушив заповедь Божию, они сами себя удалили от Бога. И последующее поколение, оно все равно стремилось возвратиться к тому состоянию до грехопадения. Но пошли люди не по тому пути, а пошли совсем по-другому. И этот путь не спасительный. Только единственный путь спасительный – это покаяние, это исправление, чистота и святость, и жизнь по заповеди. Другой путь, он не приводит к спасительному результату. Вот. И, конечно, были самые разные люди. Но попытка у людей, знаете, восстановить те утраченные чувства, качества, способности человека, которые были в наших прародителях. Вот. И вот такое воздействие сенсорное, то есть на расстоянии, которым обладал человек до грехопадения, оно характерно, стремление к нему характерно. Но опять-таки люди идут неправильным путем. То, что сегодня мы называем явление экстрасенсом или экстрасенсорикой, способностью воздействовать на расстояние над человеком или провидеть какое-то состояние, оказывать какое-то воздействие, влияние на человека. Сегодня вот таких людей можно назвать шарлатанами. Вот. Как правило, это не соответствует действительности. В жизни церкви таких явлений было очень много, когда люди оказывали на расстоянии какую-то молитвенную или духовную помощь. Были и очень много таких случаев. В жизни описаний святых это можно найти, что называется, сплошь и рядом. Но этот путь, как я уже сказал, это путь чистоты, святости и праведности. Только в этом случае Господь может открывать этому человеку, который проводит святую и праведную жизнь. Вот. Помните, когда он во время Куликовской битвы стоял у жертвенника и поминал, и говорил, а вот сейчас погиб Иван, а вот сейчас погиб Николай. И вот он стоял и каждого поминал. Он мысленно находился на поле битвы, и Господь ему открывал. Что происходило. Очень много таких случаев, когда Господь открывал подвижникам какие-то или события, или помогал через подвижников тем людям, которые к ним обращались. Но это еще раз хочу сказать. Это были подвижники, аскеты, молитвенники. И которые, даже совершая это, совершали во славу Божию, во славу Церкви, во спасение души тех людей, которые к ним обращались. А сегодня что происходит в нашей жизни? Ну, слушайте, это бизнес. Сегодня экстрасенсы, как правило, это проходимцы, шарлатаны, которые пытаются обогатиться за счет беды и несчастья людей. Люди попадают в какую-то тяжелую ситуацию, в какие-то тяжелые обстоятельства. Они не видят выхода из этого положения. Но слышали и знают, что есть такие экстрасенсы, которые могут там провидеть, что-то навести, определить, где кто находится. Убит человек, не убит, как погиб, как умер. А эти люди, знаете, начитаются книг, воспользуются, может быть, услугами других таких же проходимцев. И, как правило, экстрасенсы сегодня – это люди, которые обогащаются, зарабатывают и живут вольготно за счет несчастья и страдания людей, которые оказались в каких-то ситуациях. Именно поэтому мы и говорим, друзья мои, не ходите к экстрасенсам. Кроме вреда и для тела, и для души вы ничего не получите. Не отдавайте денег. Совершенно не нужно отдавать этим шарлатанам, экстрасенсам деньги. Как правило, сегодня эти люди обогащаются, живут за счет, может быть, я бы даже сказал, малограмотности многих людей, которые, может быть, не осведомлены о духовной жизни в современном мире. И поэтому вот эти люди пользуются вот такой, знаете, неосведомленностью многих людей ради обогащения личной и всей. Александр из Белоруссии спрашивает, существует ли такое понятие, как родовой грех? Если оно существует, то как от него избавиться? Вы знаете, ну вот такое понятие, как родовой грех, оно появилось, надо сказать, совсем недавно. Существует, но надо не так сказать. Мы говорим, знаете, когда мы говорим о грехе, то надо сразу различать или объяснить самим себе, что мы хотим тем самым сказать или что хотим выяснить. Если говорить о том, что родовой грех существует, может быть, и существует. Возникает вопрос, какая ответственность последующих поколений за этот грех и какие следствия? Наверное, я бы разделил вот так и сказал, что, знаете, ну сам Христос Спаситель говорил, что дети не отвечают за грехи родителей. Это надо помнить всегда. Ответственность на детях не лежит за грех родителей. А вот следствие грехов предыдущих поколений или родителей, оно действительно имеет место быть. Ну вот какое следствие? Самый, наверное, яркий грех или явление – это первородный грех. Вот мы за, то есть первородный грех Адама и Евы, которые совершили, нарушив заповедь Божию, мы несем ответственность за этот грех? Нет. Мы не несем, последующее поколение не несут ответственность, а следствие, а следствие ощущаем все мы, мы все ощущаем следствие этого первородного греха. А в чем это проявляется? Это болезни, скорби и смерть. Вот наши прародители, они своим грехом, нарушением заповедей, внесли такой родовой грех, который отпечатлевается на каждом человеке, который после них рождается на земле. Следствие греха, конечно, до сих пор проявляется, будет проявляться до скончания века. Что касается, вот, наверное, родового греха, о котором, наверное, вы, Александр, думаете, ну, такое явление сегодня существует, как, допустим, родители зачали ребенка или в пьяном состоянии, в нетрезвом состоянии, или под действием наркотиков, или, знаете, те, кто проводит развратный образ жизни. И вот они, знаете, сегодня иногда говорят, знаете, не забеременел, а залетело, да? Вот, окажется, залетело, понимаете? Раньше люди просили у Бога, Господи, хотим ребенка, помоги нам, хотим, чтобы он был во славу Твою, и на радость нам, чтобы он был вот таким благочестивым. Люди желали рождения ребенка, вот, а сегодня, говорят, залетело. Ох ты, ну, что теперь делать? Что, завести ребенка. Да, или завести ребенка, да? Вы знаете, настолько утрачен глубочайший смысл жизни человека на земле. Вот, и вот представьте себе, родители в нетрезвом состоянии, или под воздействием наркотиков, или под влиянием каких-то, знаете, развратных мыслей, чувств, рождают ребенка, или зачинают ребенка. Ребенок не будет иметь, после, когда он родится, он не будет отвечать за грех родителей, но следствия могут проявляться. В следствии зачатия в таком состоянии, ребенок иногда рождается дефективно, с какими-то физическими или умственными дефектами, которые на всю его жизнь остаются и будут проявляться во всю его жизнь. Вот, следствие родового греха может быть, а ответственности, конечно, ребенок не несет за своих родителей. – Благодарю, Владыка, теперь еще вопрос. Клавдия, 82 года, я из Рязани. Она интересуется, кто такая любовь рязанская? – Есть такая любовь рязанская, блаженная, святая, блаженная любовь рязанская. Надо сказать, что она жила действительно в Рязани, родилась в Рязани в середине 19-го столетия, в одной семье, где были еще дети, но вот Люба у них была такая, знаете, болезненная девочка. Вот, и она была расслабленной, и как свидетельствуют очевидцы и описание ее жизни, говорит о том, что она родилась вот такой слабенькой, болезненной, была немощной, и где-то до 12 лет она была практически расслаблена, не ходила. И родители свидетельствуют о том, что… И она говорила о том, что ей явился святитель Николай в этом возрасте, и сказала, что вот вставай, ходи и проповедуй. И вот она встала ходить, проповедовать, взяла на себя подвиг юродства. Она была юродивой, блаженной такой, Христа ради юродивы. Вот, и она проповедовала Христа, молилась, проводила вот такой подвижнический образ жизни, юродство – это очень сложный подвиг. То есть на людях она была как бы ненормальная, да, вот. А на самом деле это был подвижник и аскет, которая могла за людей молиться, трудиться, да, и помогать людям. А под видом вот такого, знаете, дурачества, вот, она, оказывается, была действительно аскетом, подвижником. И очень многие ее в Рязани любили, почитали, почитали ее как блаженной, к ней обращались. То есть она действительно молилась за людей, очень многим людям помогала. И через нее Господь совершал очень большие знамения, чудеса в Рязани. Да, и скончалась она в начале 20-го столетия. Вот, прославлена совсем недавно в лике святых, да, в конце 80-х годов. И сегодня ее мощи, святые мощи, обретены. Они находятся в одном из храмов города Рязани, в Николаевском храме. Так что до сих пор она почитается как блаженная любушка рязанская. Благодарю вас, ладыка, за беседу. Спасибо вам. И, как всегда, дорогие друзья, я желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами. Спасибо.